Здравствуйте, все, кто влюблен в археологию! Предлагаем вашему вниманию новую подборку новостей. Итак, на третьем месте подводное исследование древних рудников в Мексике, полуостров Юкатан. Подводные археологи обследовали систему из трех подводных пещер Ламина вблизи города Акумаля. В результате были обнаружены следы древних людей, которые 10-12 тысяч лет назад добывали в этих рудниках Охру. Это древнейший известный рудник в Америке. Было обнаружено 155 каменных инструментов и их фрагментов, а также остатки древесных углей от костров. На сводах пещер найдены слои сажи. Кости, найденные в пещерах, принадлежали животным. Человеческих останков не обнаружено. Также установлено, что сталактиты и сталагмиты были намеренно разбиты людьми, которые тем самым освобождали себе проход. Более того, куски сталактитов и сталагмитов использовались ими в качестве инструментов и выполняли роль древних молотков, при помощи которых прорывались ямы и траншеи. В пещерах была наложена массовая добыча Охры, причем происходило это на протяжении 2000 лет, от 12 до 10 тысяч лет назад. Сами пещеры были затоплены около 8 тысяч лет назад, после окончания ледникового периода. На стенах были обнаружены некие символы. Предположительно, это были специальные знаки, позволявшие ориентироваться в пещерных проходах и не потеряться. На втором месте находки в Анапе, точнее в Древней Горгиппе, побережье Черного моря, Россия. Две статуэтки Персифоны и стелу с богиней Кибелой нашли в городе Босфорского царства. Само царство образовалось в 480 году до нашей эры. Первые жители прибыли из Древней Греции в период колонизации. Поселенцы столкнулись с местными жителями, у которых был очень силен культ Великой Матери, что не могло не сказаться на религии населения. Диметра, богиня-плодородие и покровительница земледелия, была наиболее почитаема, а также ее дочь Персифона. Персифону часто изображали в виде младенца на руках Диметры, знакомой нам образ богоматери, а также в виде молодой девушки. На окраине Горгипии, в разрушенной кончарной печи, были обнаружены совершенно неповрежденные статуэтки Персифоны. Необычность в том, что они были выполнены лишь до половины тела. Если ее поставить на землю, то нижняя ее часть как бы находится под землей. Ученые предполагают, что такое изображение юной богини не случайно, так как, по легенде, Персифона проводила половину годового цикла в подземном царстве. Там она являлась владычицей преисподней и женой Аида. Однако мать Диметра так тосковала по дочери, что природу увидала и земля покрывалась снегом, и лишь когда Персифону отпускали на поверхность, наступала весна. Другая находка также отсылает нас к культу Великой Матери. Кибела – греческая богиня с малазийскими корнями, которую также соотносили с Реей – матерью олимпийских богов. Она была высечена в камне в окружении Гекаты и Гермеса. К сожалению, сохранность не идеальная, так как плита, на которой изображена богиня, использовалась как стройматериал. На первом месте гигантское изображение кота на плато Наска, Перу, Южная Америка. Размер представителя семейства кошачьих составляет 37 метров. Специалисты считают, что это самое большое изображение данных представителей фауны. Геоглиф был обнаружен, когда обустраивали доступ на холм, где хотели сделать смотровую площадку. Этот геоглиф можно видеть на склоне довольно скалистого холма и был образован в основном путем формирования линий и борозд от 30 до 40 см шириной, которые составляли фигуру и некоторые части тела, такие как глаза и рот, где было наибольшее скопление камней. Фигура постепенно исчезала, поскольку она находилась на склоне холма более двух тысяч лет. Эрозия была довольно сильной, что позволило многие годы оставаться скрытой от глаз наблюдателей. На этом у меня все. С вами делилась новостями Оксана Суслова. До новых встреч и не забывайте подписываться. Субтитры создавал DimaTorzok